Перворечь. Детский лепет. В этой главе я хочу лишь немного ознакомить с возможностью анализа и работы со словом. Хочу показать возможности славянской речи в построении мыслей и объектов материального мира. Слова «расскажи», «покажи» для славян почти одно и то же. Ведь речь и звуки в любом диапазоне частот рождают образы в мозге. Но не все эти образы доступны людям. Боги их заблокировали своей властью. После утраты многих способностей вследствие генетической катастрофы преобразовать их в изображение без аппаратуры могут лишь немногие существа. Такие свойства сохранил мозг некоторых национальных формаций, а также у дельфинов, китов, котов, летучих мышей и некоторых других существ в той или иной степени. В первичном языке магов, славян, при правильном произношении комбинации звуков частотная матрица слова создавала инструкцию-каркас, голографический образ для силы Ра. При наличии больших энергетических возможностей тела или другого техногенного инструмента исцеленные, целые с электрическим телом, и целомудренные, мудрые во всем, могли создавать и преобразовывать материю окружающего мира. Маги, моголы – это творящие руками, разумом и истинной речью мэны – человеки. Отсюда рождается понятие «истинная речь» или «перворечь». Тела наших предков были построены не на угодной Богу и бактериям тюремной физиологии, как сейчас, а в большей степени на электронно-плазменном, анархичном принципе. Анархия – это вольное общение разумных личностей, горизонтальное взаимодействие субъектов, в отличие от иерархии. В иерархичном обществе происходит вертикальное взаимодействие между субъектами, как в муравейниках и других раях насекомых, также устроена жизнь и в людских раидных обществах, например, в Америке и других цивилизованных странах, продавшихся дьяволу Яхве. Такое анархичное тело является децентрализованной, самоуправляющейся системой на базе автономных внутриядерных ДНК-процессоров с генетически идентичными и почти не специализированными клетками. ДНК людей работает только при условии получения от судьбы регулирующих сигналов. Мозг у наших предков работал, мягко говоря, далеко не на 3%, и перворечь была информационно плотной и скоростной. Свойства остальных систем коммуникации этих сверхсуществ лишь отдаленно напоминают современные возможности тела людей. Поэтому перворечь сильно отличалась от нынешней системы общения. Мы, ныне живущие люди, лишь блеклые, безжизненные тени наших праотцов. В телах современных людей с заразрешенными судьбой возможностями, обменом веществ, энергоинформационным обменом следит так называемый иммунный комплекс. Этот сложный механизм контролирует и поддерживает динамическое равновесие патологически настроенного гомеостаза. Иммунитет создан в симбиозе с микророботами, микроорганизмами и выполняет множество различных функций. Напоминаю, гомеостаз – это динамически подвижное, полипозиционное равновесие химического состава тела человека вне зависимости от получаемых извне веществ. Гомеостаз в организме практически не нарушается. Это законы юстиции судьбы. Этого не происходит даже тогда, когда незначительное изменение этого равновесия может спасти жизнь организму. Иммунная система, управляемая судьбой, блокирует всю входящую в мозг человека информацию, не давая ему сформировать личное представление об окружающем мире. Иммунная система не дает шансов на развитие тела и мозга человека. Она ведет дорогой инволюции, вырождения и деградации. Эта система оставляет только 1% на все каналы общения мозга с внешним пространством и лишает человека доступа к генной памяти. Иммунная система – это одно из изобретений Бога, которое якобы защищает от микробов, но это далеко не так. С ее помощью микробы-симбионты, контролирующие организм, борются со своими конкурентами, управляют клетками тела, ведут его к гибели. Эта система создана бактериями Бога, как уздечка. Эта цепь сделана из бактериогенных, морфиноподобных веществ, на которой мы сидим до самой смерти. Подобных тормозящих систем в организме несколько. Подробней в медицински ориентированных главах и приложении. Передача информации у наших предков осуществлялась в инфразвуковом, звуковом и ультразвуковом спектре, включая другие диапазоны частот. Рожденные частотными ультразвуковыми пакетами, голографические образы возникали в голове, рисуя мир таким, каким он есть на самом деле. Межвидовое общение было обыденным. Человек и сотворенные им животные разговаривали меж собой. Расстояния не были преградой для общения благодаря голографическим каналам, созданными славянами в литосфере, гидросфере и воздушном пространстве. Слухом земля полнилась. При специальной съемке эти каналы видны над поверхностью Земли. Подобные каналы наблюдаются и под водой океанов. Они похожи на сосуды и капилляры мягких тканей головы. По ним охотно распространяются радиоволны разных диапазонов. Например, волны диапазона FM переносных радиоприемников. Эта система частично продолжает работать и в наши дни. Подробней об этом в главе Дальмены. В наше время ультразвуковая речь, способная жить в таких каналах, сохранилась у дельфинов и китовых. Они используют подводную часть системы каналов. Также способности к ультразвуковой коммуникации сохранились у некоторых других животных. Например, собаки ультразвук только слышат. В очень усеченной версии ультразвуковой язык есть у далеких потомков атлантов, гуанчей, выходцев с Кавказа, проживающих ныне на Канарских островах. Правда, говорить с дельфинами они уже не могут, но по воздуху они способны переговариваться между собой свистом на 14 километров. Летописцы нормандского завоевателя Асиата Жана де Бетанкуа записали странности острова Гомера. Асиат ныне звучит как Азиат, ассимилятор, юдей. Этот остров – родина высоких двухметровых людей. Это белокожие красавцы с голубыми глазами и светлыми волосами, атлетически сложенные. Собственный внешний вид европейским морякам показался постыдным при виде этих существ, но больше всего поразил завоевателей язык аборигенов. Да, было чему удивляться. Гуанчи, Канар, особенно на острове Гомера, переговаривались между собой при помощи свиста аж на 14 километров. И это были не какие-то условленные знаки, а самый настоящий, живой, разговорный язык. На этом языке можно говорить на любые темы и сколько угодно, только не с немыми, с муглокожими и кривоносыми моряками. За небольшой срок завоеватели истребили исполинов Канар. Видимо, они стеснялись жить рядом с более совершенными существами. Да, юдеи всегда очень стеснительны, стесняют кого угодно. Тайны веков. Москва, 1978 год, молодая гвардия. У современного человека многие процессы работы мозга повреждены и заторможены. Правда, механизмы передачи и обработки информации в мозге людей до сих пор принципиально схожи с древними принципами работы мозга наших отцов. В звуковом диапазоне и выше речь отражается в химических и электрических процессах мозга, где она строится из отдельных голографических кирпичиков-слоганов. При прочтении или произношении слоганы порождают в мозге голографические мысли-формы, носители информации. Из них и строятся чертоги души человека. На этом информационно-голографическом принципе строится и живет все мироздание Вселенной. Образы формируются в мозге благодаря частотным звуковым кодам, которые имеют свою видеоматрицу, букву. Как правило, две буквы образуют слоган. Зрение является семидесятипроцентным помощником в создании образов и речи. Для самого творения словом нужна лишь сила духа, неограниченный доступ к электроэнергии, которую вновь обретет человек-ангел, в самом начале двадцать первого века восстановив свое тело из пепла смерти и удовольствий. Удовольствие – это сокращенное понятие в языке русов, состоящее из двух слов. Просто прямое значение этого слова «забыли». Оно ужасно. Это удушение воли. Уд во многих языках также означает половой член. Значит, слово «удовольствие» может еще означать «власть», воля полового члена над головой. Язык потомков славян сохранил базовые механизмы истинной речи. Образность – примерно на тридцать-сорок процентов. У других народов – на проценты и доли процента. Как-то в начальных классах я проверил силу русского языка на своей шкуре. Однажды, но не одинажды, я не успел сделать домашнее задание. У меня были более важные дела. Учительница сказала, что, мол, отцу надо драть меня, как сидорову козу. А я ее поправил, что, мол, первоначально фраза звучит совсем иначе, типа «он драл ее, как сидоров козу». Весь класс в смех. Учительница в краску. Потом она долго не могла мне этого забыть. Я подумал, как велик и могуч русский язык, ведь только одну букву убрал. Есть языки, практически полностью построенные не на образных принципах, а на вирусно-бактериальных кодах. Слова перворечия сохранились в разных языках, но в каждом понемногу. Их я собираю в предложения и фразы глубинной книги. Слогановое построение древней мысли речи предусматривает множество слов-синонимов и вариантов последовательностей сборки, ведь задача мозга нарисовать голографический образ объекта, доступный для понимания. Если не хватит готовых частотных пакетов, слоганов, мозг создаст дополнительные частотные программы, и дело будет сделано. Этими свойствами, несмотря на деградацию, вызванную поражением ДНК военными вирусами и микророботами, все еще обладает русский язык, драгоценное наследие славян. Несмотря на большое различие разных языковых групп, мозг сохраняет голографический принцип работы, образность, хотя бы на уровне внутреннего общения, отделов мозга между собой. Для эксперимента были приглашены славянин и англоязычный человек. Были построены компьютерные звукоряды слов «пес» и «дог». С русского и английского языка они, естественно, не совпали. Затем над речевой зоной мозга были установлены датчики у обоих испытуемых. Они вновь произносили контрольные слова, полученные данные сравнивались. При проведении этих исследований выяснилось, что, как бы не ломали языки люди разных национальностей, их мозг проговаривает слова и общается между своими отделами по-русски. то есть внутренний язык мозга максимально близок к тому слогановому языку, которым мы пользуемся просто в жизни. Это лишний раз говорит о том, что человек происходит от единого рода и одной национальности человеческой. Об этой национальности вы узнаете из этой черной книги подробно. Вот несколько простых примеров набросков слогановой расшифровки слов. Рассмотрим слово люстра. Лю люминесценция, свет нисходящий, подразумевается сверху вниз, например, со звезды. Слоган ст есть в словах, означающих предметы, имеющие стабильное агрегатное состояние и положение в пространстве, такие как стена, стекло, сталь, степь, стрела и так далее. Как правило, слова, содержащие СТ, имеют вертикальное положение. Стакан, стена, сток, стул, стол, стелла, стеллаж, стебель и так далее. Пойдем далее. РА, сокращенное разум, творец, свет. В сумме получаем описание – верхний стабильный источник энергии света, сотворенный Ра – разумом. Этим словом можно назвать солнце, потолочный источник света. Так можно назвать светлую личность, вариантов много. Вот примеры корневого перевода слова трактор, гусеничный. Тракт – дорога, тор – кольцо. Итого бесконечная, замкнутая в тор дорога, то есть гусеница трактора. История, происходящая из торы или рассказ тора, лунного кузнеца или кольцевая программа событий, осуществляемая судьбой. Слово энциклопедия нужно озвучить заново с греческого. Зная значение слов в составе этого слова, можно этот пример посчитать шуткой. Старое значение этого слова может выглядеть так. Познавательная книга, написанная циклопами, атлантами, для детей. Сейчас я на ваших глазах разрушу образ страшных циклопов, поедающих людей, ну, тех, что поедали добрых аргонавтах на берегах Понта, моря Русского, моря Океана, и докажу, что древние греки, типа Платона, атлантоведа Суанина, картавые лжецы-лунатики. Итак, циклопы. Циклос, круг, кольцо, обруч и того, носящие обруч на лбу. Именно так. Моих поруганных предков с защитными обручами из специального металла на голове от головной боли описывают в различных исторических источниках мира. В книге вы найдете достаточное количество упоминаний об этом. Чтобы перевод зазвучал, не надо бояться менять синонимы и последовательность сборки перевода. Главное, не нарушать принципов логики и порядочности. Наш вещий язык позволяет создавать образы, вращать их, очищать, реконструировать, в общем, творить. Рассмотрим обещанное слово «кот». Оно означает защитник, спаситель. Посмотрим, почему. Слова кожа, кофта, кожура, кольчуга, кора, колодец и так далее имеют общий слоган «ко». Далее. Слова, содержащие этот слоган в начале, как правило, означают защитные оболочки, спасающие, защищающие от внешних факторов. Буква «т» – «тау», «та» тоже означает твердую защиту, камень. Камень – «ка» – главный, «мен» – человек. Поэтому кот – это шерстяной друг, защитник и спаситель. Коты были созданы, как уже говорилось, как помощники, как пылесосы, уничтожители бактерий, вирусов в помещении. Пушистые санитары уничтожали и их ненасытных коней инфекции – мышей и крыс. По программе, заложенной генетиками Атлантиды, коты, набирая соответствующий электростатический заряд, притягивают на себя заразу – нечисть. Потом, слизывая, заглатывают и выносят за пределы дома, зарывая кал и мочу с заразой. В землю. Выполняют свое предназначение только ходящие на улицу киски. Эти свойства, конечно, полностью не сохранились. Они частично остались в основном у глоткошерстных котов. Кошки профессионально малопригодны. Не столько очистят, сколько принесут заразы. По причине лояльности их иммунной системы к микробам, как и у всех особей женского пола. О женском иммунитете читайте в медицинских приложениях и главах о женщинах. Правда, с заразными грызунами хорошо справляются и коты и кошки, но уже не всех пород. На рисунке «Спасать людей и защищать землю от лунных чар» – наше призвание. Люди, не обижайте нас, котят. На наших спинах бремя мира. Дети часто спрашивают, почему? Почему кастрюля? Взрослым людям этот вопрос кажется глупым, как вы теперь понимаете, по глупости. Дети по старой памяти, генетической, ищут смысл в наших словах. Они еще не могут понять, ну как это, слова могут не иметь сокровенного смысла. И правильно думают. Ка – ко – оболочка, ст – стоящая вертикально. Как писать, ка или ко помогает понимание, что кожа – это оболочка. Значит, надо писать ко – кострюля. Далее рю, ро – рюмка. Ров – визуально определяемый объем. Разбираем ля. Например, воля, восходящая с самого низа вверх, от каждой клетки к мозгу, к верхнему центру. Итого, оболочка определенного объема, стоящая вертикально с подводом энергии снизу вверх. Рассмотрим еще пару слов. Например, корова и вавилон. Бабилон. Ко – оболочка, ро – видимого объема, ва – красивая. Как в слове варвара – прекрасная, варвар – прекрасный. Слоган ва можно понять, как имеющее, излучающее, красивое, прекрасное свойство. Итого, оболочка определяемого объема, светящаяся, красивая. Коровой можно назвать луну, учитывая культ быка, коровы в матриархальный период и, конечно, женщину. Разберемся с вавилоном. Слово вилон Вавилон сохранилось в иврите, возможно, и в других языках, и означает ворота или занавес над солнцем в небесах у Бога. Поэтому слово вавилон может означать звездные врата или райские врата, врата света. В слове Бабилон слоган Ба звучит как Ба, как в слове Баба. Баба очень красивая, прекрасная. В конкретном случае Бабилон можно перевести как прекрасное место. Лон воспринимается как лона, место, лежанка, ложе, не путать с лагалищем. Слово герой не очень хорошее слово. Происходит от херу, хер, но скорее может быть и все наоборот. Слово гее в тюркском языке означает источник света, лампочка, в старых наречиях солнце. С этого слогана начинается слово звезда. Солнце во многих языковых группах и слово хер произносится как гер, яволь, гер майор. Отсюда имя Герман или Германия, Хермания. Но все равно постараюсь пользоваться этим словом реже. Очень важным понятием для психики и истории мира является слово дракон, которое лунатики привязали к негативному образу летающей рептилии. Только китайцы знают до сих пор, что это символ счастья и знания. Слово дракон связано с глаголом видеть, познавать. Санскритское дрс означает видеть, ирландское дерс – глаз, у греков деркомт – взгляд из-под лобья, а более древнее значение слова и более правильное – взгляд из-под воды. Океана, конечно. Для работы со словами мало интуиции. Нужна логика, чувство такта, знания настоящей планетарной истории, сказок, мифов, лингвинистические особенности разных языков. А самое главное – не надо бояться нарушать авторитетные правила и закономерности. Если видишь и понимаешь по-другому, логика и ангелы тебя рассудят. Конечно, далеко не все слова надо пытаться переводить. Большинство слов в разных языках не настоящие, а условные, договорные символы. Эти слова имеют микробно-вирусное происхождение, и в них отсутствует образный, концептуальный смысл. Осмысление, конвертирование слов – это кропотливая и трудная работа. Она нужна лишь для практического применения, например, как в этой книге, и не может быть целью исследования в отрыве от реализации самого поиска утраченного могущества, от слова «магия», где истинная речь – лишь малая часть. Далее при чтении текста станет понятно, как могут создаваться некоторые способы расшифровки и реконструкции слов. Понимание предложенных принципов перворечия позволит осознать, что язык человека в прошлом был единым и могучим. Понимание этого даст возможность найти путь осознания, избавления от ошибок и заблуждений, невзирая на вирусные заболевания разными национальностями. Ищите истину, она где-то рядом, поблизости. Это правда. Вся информация о мире в нем самом. Информация нуждается лишь в правильной сборке и осмыслении знаний в поисках истины. Без этой трудной работы души нет спасения из лап смерти и безумия. И не верьте, что истин много и что к ним много дорог. Эта множественность свойственна правде, а истина всегда одна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok